Вот мой дом, вот дорожка, по которой я хожу каждый день. А это общежитие, по которой постоянно ходят незнакомые для меня люди. Вместо одного замечательного сразу несколько непонятных и быстро меняющихся. На участке в подмосковной Немчиновке резко выросло количество соседей. Один из собственников построил общежитие. Там четыре квартиры, считаете, четыре входа. То есть заходишь к нему в калитку, здесь квартира. То есть заходишь в общий вход у них, из этого входа две квартиры. В одну сторону, в другую. И также с задней стороны. С землей владеют пять человек. Не так давно одну из частей продали. Новый собственник заверил, что вскоре возведет на территории семейное гнездышко. Однако родственные связи у постояльцев соседи не обнаружили. Заезжают новые жильцы. Женщина, 50 лет. Вот мужчина носит вещи. Выгребные ямы новоявленный бизнесмен разместил прямо под окнами соседей. Вот мой выход из дома. Я когда выхожу, вот здесь вот находится у соседа выгребная яма. И эта выгребная яма, когда начинает заполняться, она ужасно, отвратно просто пахнет. Что даже запах присутствует и в доме. Коммуникации к постройке проложили прямо по участкам других собственников. Насколько это безопасно, большой вопрос. Ведь, по словам соседей, в каждой из четырех квартир собственный душ и кухня. Прояснить ситуацию хозяин постройки не смог. Скажите, пожалуйста, почему вы в Немчиновке организовали общежитие? Если проблемы есть, идите в суд. Я не знаю. С соседями предприниматель куда более разговорчив. Осипян и организаторы данного общежития, от них постоянные угрозы. Мы посмотрим, кто еще останется из нас. Мы посмотрим, тут были варианты меня пристрелить. Жители Немчиновки опасаются увидеть общежитие и на своих участках. Никто же не застрахован. У меня тоже рядом с моим забором пустой участок. Кем он будет выкуплен? На каких основаниях будут получены разрешения? По словам соседей, суд признал помещение нежилым. Хостел и мини-гостиницы размещать в них можно. Однако есть и способы этого не допустить, уверяют юристы. Хосблок или сарай, которые не являются жилым помещением, но используются как хостел или мини-гостиница, если по результатам проверки будет выяснено, что они не соответствуют стандартам, то прокуратура может прекратить использование данного помещения. Одинцовская администрация выехала на место с внеплановой проверкой. Выявили нарушение в определении границ участка. Однако внутрь постройки попасть не удалось. Администрация в рамках муниципального земельного контроля не имеет права заходить в помещение и обследовать их изнутри, в том числе на предмет пребывания и проживания там людей. Соседи уже обратились в прокуратуру, а чиновники готовят иск в суд. Анастасия Полукеева, Борис Агапов, Юрий Липатников и Екатерина Юдина. Вести.